Тролевство Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается у озера Эльфийская подлодка! Ваше Величество, позвольте представить последнюю игрушку с эльфийской фабрики Эльфийскую подлодку! Чудесно! Превосходно! А она плавает? Плавает ли? Конечно, плавает! Разрешите продемонстрировать! Мы выбрали именно этот день для спуска на воду, потому как на озере нет ни единого судна! Привет, друзья мои! Это Рыжебород, эльф-пират! Я-хо-хо! Вижу землю! А почему его корабль так кринит? Может, причина в этих сокровищах? Иду ко дну! Покинуть судно! Немедленно! Проклятие! Мой корабль вместе с сокровищами теперь покоится на дне морском! Досадно! Так вот, как я говорил, это идеальный день для испытаний вокруг ни единого судна! Но как же сокровища мистера Рыжеборода? Да, сокровища! Как их вернуть? Если бы мы только могли погрузиться под воду, чтобы поискать их! Ах, если бы! Так вот, вернемся к подлодке! Как я уже... Подлодка! Используем подлодку! Молодец, Бэм! Погодите-ка! Эльфийская подлодка сделана только для игр, а не для приключений! О! То есть она не может погружаться? Еще как может! Разве что камнем на дно! Нет, не камнем! Ну вот, на то мы порешим! Капитан Рыжебород, наша подлодка в вашем распоряжении! Спасибо, Ваше Величество! Да, да! Мне понадобится команда! К вашим услугам, капитан! А можно мне? И мне! Придется и мне с вами! Если что-то пойдет не так, я использую магию! Нет, няня Плам! Никакой магии на эльфийской подлодке! Потому что мы эльфы! А эльфы не используют магию! Да-да, знаю! А-а-а! Восемь реалов! Папка, мой верный друг! Ты остаешься здесь! Мистер эльф, встать у штурвала! Так точно, Бен и Холли, пуск двигателя! Так точно, капитан! А мне что делать? О, просто сиди здесь и будь красавицей, моя маленькая русалочка! Ой! Мне знакомо это озеро! Я часто здесь ходил! Ты что, моряк? Я был моряком, но теперь уже нет! Почему? Большой злой Бари! Что за большой злой Бари? Самая большая, огроменная, сверхгигантская рыба на всем белом свете! Он съел девять папиных лодок! Ты потерял девять лодок? А я думал, я плохой моряк! Я не плохой моряк! Мне просто не повезло, что большой злой Бари такой большой! И злой! Начать погружение, мистер Рэль! Есть начать погружение! О, здесь так красиво! Гляди! Куда? Что там? Корабль Рожеборода! Именем Нептуна это он! Зоркий мальчуган! О, я уж подумал, вы увидели большого злого Бари! О, теперь сокровища снова мои! Достанем их и возвращаемся! Не нравится мне здесь! А мне нравятся все эти рыбы, цветы! И это большое подводное облако! Не бывает подводных облаков, мой маленький друг! Разрази меня, Гроу! Это же рыба! Такая большая! И кажется, злая! Это Бари? Он самый большой злой Бари! Он плывет прямо к кораблю Рыжеборода! О, боже! Он его съест! Нет! Мои сокровища! Вы это видели? Он заглотил корабль, как виноградину! Какая досада! Значит, мы плывем домой? Домой? Но мы не достали сокровища! Боюсь, с этим ничего не поделаешь! Не думал, что скажу это! Но няня Плам права! Так что, если не хотите отправиться за сокровищами в желудок к Бари, это приключение окончено! Ты права! Мой фруктовый оладушек! Домой, мистер Эльф! Есть, капитан Рыжебород! Э, кто выключил свет? Здесь стало так темно! Где это мы? О, наверное, заплыли в пещеру! Мистер Эльф мило беседовал, а не смотрел, куда плывет! Мы стояли! Мы, несомненно, оказались в каком-то странном месте! И не носить мне моей бороды, если здесь не творится что-то рыбное! Включить прожектор, мистер Эльф! Есть, капитан! Здесь пахнет рыбой! Ну и запах! Куда мы попали? Там! Мой корабль! И много других лодок! Это Банти! Большой злой Бари проглотил ее прошлой зимой! И моя старушка Триксибель! И Фи-фи! И мисс Бубу! Ай! Если все эти лодки внутри большого злого Бари... Значит, мы тоже внутри большого злого Бари! Черт! Восьми здесь сыра и рыбна! Вы правы! Мы в брюхе громадной рыбины! Вот откуда запах! Подумать только! Долгие годы я пытался поймать Бари, а в итоге он поймал меня! Как же мы отсюда выберемся? Если нам удастся заставить Бари открыть рот пошире, мы запросто выплывем! Какой ты умный, Бен! Только как мы заставим его открыть рот? Хм... Самое время попросить совета! Кто-нибудь наконец ответит на звонок? Это не у меня! И не у меня тоже! О, это мой! Э, алло! О, няня Плам! Что-что? У них есть хорошая новость и плохая новость! Начните с хорошей! Они отыскали сокровище! Ура! А какая плохая новость? Их всех проглотила гигантская рыба! Что? Они целы? Сейчас спрошу! Моя подлодка уцелела? Вы ее не поцарапали? Послушай, бесстыдник! Нам нужна помощь! Как заставить большого злого Барри открыть рот? Кому-то придется поговорить с этой рыбой! Няня знает рыбий язык! А, няня Плам! Вы должны рассказать рыбе шутку, чтобы она рассмеялась! А это идея! Невероятно глупая, но все же идея! Каков план? Я расскажу злому Барри анекдот, чтобы рассмешить его! Что? Чушь какая-то! Вообще-то это идея мудрого эльфа! Гениально! Всем вернуться на судно! Готовимся к отплытию! Нужна рыбная шутка! Знаю! Кхе-кхе! Получилось! Не знаю! Похоже, он не понял! Что происходит? Ему понравилась шутка! Вперед на всех порах! Есть, капитан! Ура! Получилось! Рыжий Барар, Эльф, Пират и его верная команда вернулись! Это успех! Ура! Ура! Так вы достали сокровище? Нет. А ваш корабль? Нет. Тогда почему вы назвали это путешествие успешным? Ну, мы не в брюхе громадной рыбины! В таком случае поздравляем! Очень жаль, что сокровища утеряны! Они не утеряны! Я знаю, где они! И никто не найдет их в брюхе большого злого Барри! А ведь верно! Разумеется, верно! Моя сладенькая яблонька! Няня Плам, а какую шутку ты рассказала злому Барри? Шутка вопрос. Где рыбы хранят свои деньги? Мы не знаем. А где рыбы хранят свои деньги? В речном банке. Ах, это совсем не смешно. О, я знаю. Шутка никуда не годится. Но рыбы смеются даже над самыми глупыми вещами. Уж очень маленький у них мозг. Где же рыбы хранят свои деньги? О, я понял. В речном банке. Это же гениально! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается в деревне фей. День отца! С днем отца, папа! Я сделала тебе завтрак. Спасибо, Стробери. И почитай открытку. Лучшему папе в мире. О, как мило. И никакой работы сегодня. У тебя выходной. Звучит здорово. Но что мне тогда делать? Ты можешь играть. С кем я буду играть? С другими папами, конечно. Сегодня у всех день отца. Доброе утро, пап! Завтрак! О, какая милая открытка, Бен. Ты нарисовал меня в эльфо-грузовике. Вот это да. О, грузовик! Мне же нужно развозить еду! Нет, мистер эльф. Сегодня у тебя выходной. Но, но! Не волнуйся, кто-нибудь развезет ее вместо тебя. О, правда? Кто? Доставка еды! Налетай! Что? Няня Плам? Привет, мистер эльф. Сегодня я буду развозить еду. Так что расслабься и отдыхай. Расслабиться и отдыхать? Когда няня разъезжает на моем грузовике? А где тормоз? Ой, нашла. Доброе утро! Что? С днем отца тебя, папочка! А, завтрак в постель. Вот бы каждый день так начинался. Но каждый день так и начинается. Ты всегда завтракаешь в постели. А, да. Прочитай открытку, папа. Ты лучший папа во вселенной. И сегодня ты можешь делать все, что захочешь. Да, сегодня ты не король, а просто мой папочка. Прекрасно. Так, яйцо для миссис Фиг должно быть свежим. И не забудь апельсин для миссис Персик, ладно? Ладно. Персик для миссис Апельсин. Нет, апельсин для миссис Персик. Да, да, да без разницы. Эй, эй, ты же забыла яйцо. Привет всем. Это король! Ура! Хо-хо! Сегодня я не король, а такой же простой папа, как вы все. И сегодня все папы должны играть. Да. Вот мячик. Хо-хо-хо! Тебе, баб! Ловите, ваше величество. Кидаю. Ой. Да! Это рыжеборот, эльф-пират. Кто из вас, лоботрясов, посмел ядрами в меня палить? Э-э, это буду я. О, прошу прощения, король чертополох. Ничего страшного. Сегодня я обычный папа. У всех пап сегодня выходной. Потому что сегодня день отца. Ага, я знал. Поэтому я принес эту открытку. Привет, Найджел. Привет, Фред. Видел папу сегодня? Привет. Спешу присоединиться к веселью. Прости, старый мудрый эльф. Но ты должен быть папой, чтобы праздновать. Вообще-то, Холли, я тоже папа. У меня три сына. Три сына? Да. Но я не люблю говорить об этом. Я немного стесняюсь. Мой старший сын отправился в море за сокровищами. У него большая рыжая борода. И он пират. С днём отца тебя, папа. Спасибо тебе, сынок. И от меня тоже, пап. Спасибо. Рыжебород, ты никогда не говорил, что старый мудрый эльф твой папа? Ну, пираты не любят говорить, что у них есть мамы и папы. Верно. Но они у них есть. И это факт. Капитан Сквит. Ха-ха. Что ты здесь делаешь, ты, старый плуг? Приглядываю за тобой, прохвост, чтобы ты не украл мои сокровища. Неудачно. Разгильдяй. Ха-ха. С днём отца тебя, пап. Спасибо, сынок. Что? Капитан Сквит тоже твой сын? Так точно. О, двое моих сыновей пираты. Но хотя бы один сын у меня разумный. Знаешь что, пап, прости, но я решил, что буду викингом. Ха-ха-ха. Доставка еды. О, еда. Я заказывала яйцо. У меня нет яйца, но есть апельсин. Вы привезли мой апельсин? Простите, миссис Персик, апельсинов нет. Вот возьмите брокколи. Я не люблю брокколи. Но это очень полезно. Это шпинат, а я заказывала капусту. О, ради бога, вы все такие зануды. Это всё произошло потому, что ты перепутала наши заказы. С мистером Эльфом такого не было. Вот, разбирайтесь сами. Доставка еды. Пока. Лови, Бен. Лови, пап. Интересно, как высоко я могу кинуть мяч? О, Бен. Да, мам. Это ты кинул мяч? Нет, это был я. О, Боже. Эта ваша игра оказалась не лучшей затеей. Это лучше, чем ваше прошлое восьмое марта. Да, вы, мамы, знаете, как повеселиться. О, наконец-то. Вы в курсе, какое сейчас время? Да, сейчас время, мам. Да, мы тогда немного переборщили. Пойдёмте, папы, поиграем на лугу. Ура! Давайте играть в баскетбол. Нам нужны две корзины. А ещё нужен судья. Дам-ди-дам-ди-ду. Няня, нам нужен судья для нашей игры. Ладно, какой игры? Баскетбол. Первый раз слышу. Одна команда должна забросить мяч в эту корзину. А другая команда должна забросить мяч вон в ту корзину. И можно только... Ладно, ладно, мне не нужны подробности. Давайте играть. Но я не рассказал тебе все правила. Да-да. Давай-давай. Вперёд, Бен, бросай прямо в корзину. Гол! Няня, в баскетболе не говорят гол. Надо говорить... Да-да. Я присуждаю вам пять очков. Но это слишком много. Я здесь решаю. Я судья. Продолжаем. Помни, папа, мячик нельзя пинать. О, ладно. Тогда воспользуюсь волшебством. Волшебство запрещено. Сегодня день отца. Причём здесь волшебство и день отца? Жёлтая карточка за плохое поведение. Но я король. Красная карточка за разговоры. Продолжаем. Эй! Ура! Ура! Десять очков этой команде. Нет-нет. Это слишком много очков. О, это бесконечная игра. Давайте сделаем проще. Пусть у мяча будут ноги. Тогда он сможет сам попадать в корзину. Ура! Это слишком легко. Ладно. Усложним задачу. Пусть у корзин тоже будут ноги. О, это просто нелепо. Может быть, ещё драконов добавить до кучи? О, это отличная идея, старый мудрый эльф. Драконы! А, вот что такое баскетбол. Какая весёлая игра. Спасибо старый мудрый эльф, что предложил её. Но, но, но... Конец игры. Какой счёт, няня? А какой ты хочешь? Можно нам сто миллионов? Ладно. Сто миллионов очков этой команде. Ура! Можно нам тоже сто миллионов? Да. Сто миллионов очков этой команде. О, значит, у нас ничья. Ура! Хо-хо! День отца удался на славу. Будет нелегко завтра вернуться к работе. Да. Завтра с утра меня снова ждёт доставка еды. О, доставка. Боюсь, всё пошло немного не так. Миссис Персик хотела апельсин, а няня дала ей брокколи. Кажется, я дала персик мистеру яйцо. Или всё было наоборот? У меня уйдут недели, чтобы разобраться. Хотя я совсем не прочь. Мне очень понравился день отца. Жаль, он закончился. Нет, день отца ещё не закончился, папа. Я прочитаю тебе сказку на ночь. Хо-хо-хо! Спасибо, Стробери. Готов? Однажды давным-давно страшный серый волк подошёл к соломиному домику. Он рычал и скалил зубы. А затем раздался громкий стук в дверь. Кто бы это мог быть, подумала принцесса. И кричая хо-хоу, пираты отправились бороздить синие бездонные моря. А сказка обязательно должна быть про пиратов. Если не про пиратов, то про кого тогда ей быть? Как насчёт викингов? О, ну ладно, уговорили. Викинги отправились бороздить синие бездонные моря. И на своём пути они встретили пирата. Хо-хо! Не так уж и плохо быть отцом. Совсем неплохо. Королевство Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке. В гости к Мэри Гольдам! Привет, Холли! Хочешь поиграть? Я бы с радостью, Бен, но не могу. Мы едем к королю и королеве Мэри Гольд. Они очень высокомерные. Я рад, что не еду к ним. И я бы хотела не ехать. Может, твоя мама разрешит тебе остаться и поиграть со мной? Мама, можно мне сегодня поиграть с Беном? Чудесная идея! Ура! Бен поедет с нами. Ой! Вы ведь не против, мистер Эльф? Ну что вы, хорошенько повеселись, Бен! До скорого! Пока! О, а ты тоже с нами едешь? Ну что ж, чудо-машина, езжай! Вот здорово, чудо-машина! Да, она ездит на настоящей волшебной пыли. Ух ты! Я рассчитываю на ваше примерное поведение. Да, королева чертополох! В замке короля и королевы Мэри Гольд очень много ценных вещей. Отвратительных, но ценных. Так что ничего трогать нельзя. Похоже, посещение черты Мэри Гольдов – это тяжелый труд. Очень изнурительный. Приехали. Замок короля и королевы Мэри Гольд. О, ужасное строение. Какой дурной вкус. Он просто прекрасен. Вот это замок! Приветствуем! Добро пожаловать! Холли, ты помнишь короля и королеву Мэри Гольд? Здравствуй, принцесса Холли! Здравствуйте! Это мой лучший друг Бен. Вы с ним уже знакомы? Ну, конечно! Очень милый маленький гоблин. Я не гоблин! Я эльф! О, эльф! Какая диковинка! Надеюсь, путешествие прошло приятно? Должно бы так радостно покинуть ваше маленькое королевство хоть на денек. Скажите честно, что вы думаете о нашем замке? Честно? Это полное безвку... Он замечательный! Я бы хотела, чтобы и наш замок был таким. Перед тем, как мы построили замок из пластика, он был каменным. Подумать только, как примитивно! О, наш замок тоже из камня! О, но вы ведь живете в очень старомодном замке! Хм, наверняка в нем не слишком уютно! И вовсе нет! А, вы привезли божью коровку? О! Фу, Гастон, фу! О! Вы ему нравитесь! А как же иначе? Пройдемте внутрь! Мы проведем экскурсию! А Гастону можно с нами? Только если он вытрет ноги! Да, если вы все вытрете ноги! И, пожалуйста, ничего не трогайте! И, если можете, постарайтесь не дышать слишком часто! У нас очень много ценных вещей! Как вы можете видеть, мы полностью перевернули Холл с ног на голову! Ну и глупость! Ух ты! Здесь все вверх тормашками! Здорово! Ой, а куда делся Гастон? Да вон же он! Ходит по потолку! Нет, папочка! Наш Гастон ходит по перевернутому полу! Умница, Гастон! А еще я вижу, ваш Гастон не вытер лапы! Няня, приберитесь! Я не ваша служанка! Верно, няня! Вы моя служанка! Да, ваше величество! Так что приберитесь здесь! Да, ваше величество! Грязные пятна! Исчезните обратно! Славно! Так на чем мы остановились? Я хотела сказать, что в нашем замке сто комнат! Но зачем вам столько комнат? Мы храним в них, мой мальчик, всякие вещи! Это наша коллекция булыжников! Булыжников? О, в мире нет ничего более прекрасного, чем безупречно отполированный булыжник! Это факт! А что они делают? Какие красивые! Не прикасайтесь к ним! Нам не нужны липкие булыжники! У детей всегда такие липкие руки! Они не липкие! Конечно, липкие! Не правда ли наши булыжники восхитительны? Что? Ах, да! Очень булыжненько! Сюда! Ой! Здесь тля! Молодчина, Гастон! Вот ты и победал! О, вижу, вы нашли нашу домашнюю тлю! Люсинду, Гуччи и Тимми! О, а где же Тимми? А-а-а! Тимми! Тимми! Тимка! Ха! Наверное, где-то гуляет! Тимми! Гастон, немедленно выплюнь Тимми! Тьф! А-а-а! Тимми! А-а-а! Ха-ха! Решил поиграть в прятки! Ха-ха! Следующая комната покажется вам немного прохладной! Да здесь как в морозилке! Конечно! Температура в этой комнате всегда должна быть значительно ниже температуры замерзания! Потому что все эти фигуры сделаны изо льда! Они просто чудесные, королева Мэри Гольд! Да, и... Э-э-э... Холодные! Стой! Руками не трогать! А вы их наколдовали? Нет, нет! Это было бы слишком просто! Они сделаны изо льда, который образовался более тысячи лет назад! Ого! И высечены вручную норвежскими горными эльфами! Эти скульптуры единственные в своем роде и просто незаменимы! О-о-о! Лебедь! Миленько, люблю лебедей! О-о-о! О-о-о-о! Няня, что ты наделала? Вы отломали голову лебедю! Пустяки! Наколдую новую! Абра-кадабра! Наколдую птицу ледяную! О-о-о! Няня, это никакой не лебедь! Это же курица! Или утка! Скорее! По-моему, чудесно! Чудесная утка! Сюда! Не отставать! Это наша самая восхитительная и ценная коллекция всех старинных игрушек! Здорово! Вы, наверное, постоянно здесь играете! Я бы играл здесь всю жизнь! Эта обезьяна сделана более ста лет назад! А этот клоун более двухсот лет назад! Если я не ошибаюсь, они были собраны на эльфийской фабрике кем-то по имени Мудрый Эльф! Мы знаем Мудрого Эльфа! Вы лично знакомы с Мудрым Эльфом? Какой он в жизни? Он мудрый! И старый! А еще... Он страшно ворчливый и не такой уж умный! Это моя любимая игрушка! Заводная ярмарочная карусель! К несчастью, она сломана! Не страшно! Я ее починю! Очень сомневаюсь! Ее необходимо показать эксперту! Все эльфы-эксперты! А я ведь эльф! Я помогу тебе, Бен! А-а-а! Руки прочь! Детям запрещено прикасаться к этим игрушкам! Но иначе ее никак не починить! А-а-а! Ну ладно! Детям запрещено прикасаться к этим игрушкам! О, она встала! Пусть карусель работает! Хочу еще, еще, еще! Хочу, хочу, хочу! Хорошо! Завод короля и королевы Мэри Гольд вовсе не скучный! Да! Вообще-то здесь очень даже весело! Чу-чу! Чу-чу! Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается возле пещеры Гастона День рождения Гастона! Давай, Гастон! Пошевели ножками! Гастону нравится шевелить ножками! О, что это? У Гастона появилась новая точка? Не уверена! Разве у божьих коровок появляются новые точки? Божьи коровки получают поточки за каждый день рождения! Ух ты! У Гастона много точек! Значит, у него было много дней рождения! И было много праздничных вечеринок! О, ты никогда не отмечал день рождения, Гастон? Это очень грустно! Папа, мама! Так нечестно! Гастон никогда не справлял день рождения! Я бы не хотел справлять свой день рождения! О, дорогой! Твой день рождения завтра! И он тебе понравится! Не понравится! В этом году я не хочу праздновать! О, папа, ты говоришь так каждый год! В этом году я серьёзно! Я не люблю все эти вечеринки с эльфами, поющими о том, что я старею! Ты должен радоваться этому, папа! У Гастона никогда не было вечеринки! Тогда устройте вечеринку Гастону! Я пойду приму в ванну! Ох! И так каждый год! Вечно недоволен из-за дня рождения, но всегда рад, как оно проходит! Пойдёмте посмотрим, как там дела у оркестра эльфов! Привет, старый мудрый эльф! Мы пришли послушать вашу песню ко дню рождения, папы! А, да! Мы сочинили очень хорошую песню! Я думаю, король-чертополох будет доволен! Король-чертополох стар, 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 стар! И сегодня он станет ещё старее! Король-чертополох стар, 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 стар! Стар, 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 стар! Очень мило! А я, рыжебород, эльф-пират, запущу себя из этой пушки в честь дня рождения короля! Но день рождения короля только завтра! Это пробная попытка для проверки! Зажечь фитиль! Зажигаю фитиль! У-у-у-у! Интересно, где он приземлится? Кто знает! Ох, как же я люблю полежать в тёплой ванне! Здесь можно спрятаться от всех этих разговоров о дне рождения! Днём рождения, Ваше Величество! А-а-а! Бон из моей ванны! И сегодня не мой день рождения! Я знаю, это репетиция! Я повторяю, мне не нужен никакой день рождения! А-а-а! Вы говорите-то каждый год! Нет, я не хочу торта, я не хочу песен, и я не хочу пирата в моей ванне! Так что, вы правда не хотите вечеринку? Нет, никакой вечеринки! Ни в этом году, ни в следующем, ни в каком другом! Никогда не хочу! И тут король начал кричать! Он был немного разозлён! То есть он правда не хочет вечеринку? Нет! О, Боже! Что же нам делать со всеми подарками? И с моими кексами? И нашей новой песней! И с моей пушкой! У нас готова целая праздничная вечеринка! И нет именинника! Эм, папа сказал, мы можем устроить вечеринку Гастону! Бедняжка Гастон ни разу не отмечал день рождения! Скажи, ты хочешь свою вечеринку, Гастон? Тогда решено! Это будет вечеринка в честь Гастона! Ура! Нам нужна новая песня для Гастона от Оркестра Эльфов! Да, Ваше Величество! А я испеку Гастону кучу кексов! А я запущу себя из этой пушки в честь Гастона! Он оценит это! Не то, что некоторые чьих имён я не буду называть! Король, то бишь! Это будет самая лучшая вечеринка! Как думаете, что подарить Гастону на день рождения? Пищащую кость! Точно! Теперь упаковка! С точками, как у Гастона! Здорово! Привет! Я закончил с ванной! Ой-ой, что вы делаете? Расслабься, дорогой, ты здесь ни при чём! Так я и поверил! Это правда! Можешь не волноваться! Ха! Ладно! Ммм! Пахнет кексами! Я так и знал! Что ты делаешь, няня? Ты печёшь кексы? Да, пеку! Надеюсь, эти кексы не для меня! Хо-хо-хо! Не для вас! Хыш! Уходите! У меня нет времени на болтовню! Как приятно, что они так стараются для моей вечеринки! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Что нам нарисовать Гастону для открытки? Давай нарисуем Гастона! Хорошая идея! Привет, Холли! Привет, папуля! Мы делаем открытку на день рождения! Надеюсь, открытка не для меня? Нет! Нет, конечно, нет! Хо-хо! Не думаю, что у меня такое красное лицо! И у меня нет чёрных точек! Я же говорю, папа! Она не для тебя! Хо-хо-хо! Ну да! Не для меня! Бен! Привет, пап! Не хотите помочь мне развести приглашение? С удовольствием! Поехали! Хо-хо! Они развозят приглашение на мою вечеринку! Как мило! Спецдоставка! А вот и приглашение на вечеринку Гастона! Она состоится завтра на Лягушачьем пруду! Вы все придёте? Да! Конечно, придём! Куда дальше? Нужно заехать к Гастону! Это же его праздник! Держи, Гастон! Приглашение на твой собственный день рождения! Гастон любит есть письма! Так ты придёшь на свою вечеринку, Гастон? Я думаю, это значит да! Ах, как идёт подготовка к моей завтрашней вечеринке? К вечеринке? Вечеринки не будет! Хо-хо! Я знаю ваш маленький план! Какой план? Ты сказал нам ничего не планировать! Ха-ха! Ну да, сказал! Спокойной ночи! Спокойной ночи! Ха-ха! 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 О-о-о! Никого нет! Наверное, они все внизу! Хо-хо-хо! Никаких открыток? Куда все подевались? Ну, конечно! Они все спрятались снаружи, чтобы прокричать «С днём рождения, король чертополох!» Ой, здесь тоже никого! Наверное, они ждут в другом месте! А-а-а! Похоже на вечеринку! Нужно скорее найти их! Что за вечеринка без меня именинника? Все здесь! Даже брат Гастона Тони вместе с Пэм! И их маленькими малышами! Эмбер, Эмеральд и Кит! С днём рождения, Гастон! Вот твой подарок! Это пищащая кость! Привет! Простите, а у вас есть приглашение? Оно мне не нужно! Я король чертополох! Король чертополох! Король чертополох! Нет, вас нет в списках! Что? Но это моя вечеринка! Нет, не твоя! Это вечеринка божьей коровки Гастона! Что? Не кипятись, дружище! Будет и на твоей улице праздник! Всё в порядке! Он с нами! Что происходит? Где моя вечеринка? Ты сказал, что не хочешь вечеринку! Я знаю, что я сказал! Но я на самом деле имел в виду, что хочу вечеринку! О, папа! Ты такой глупенький! Да, я знаю! Ну что ж, уверен, Гастон будет не против разделить вечеринку с вами! Гастон, будь умницей и поделись своим подарком с королём! Гастон, так нельзя вести себя на день рождения! Это мне? Как мило! Это пищащая кость? Да, чтобы ловить её! А теперь время праздничной песни! Кто красный такой и всегда смешон? Как они посмели! Это про Гастона, папа! На спинке лежит и лает он Это всё наш любимый Гастон! Гав-гав! Это было весело! Может, в вечеринке это не так плохо? Что это за шум? С днём рождения! А-а-а-а! Ура! С днём рождения, папуля! Хо-хо-хо! Спасибо, Холли! Королевство Бена и Холли Сегодняшнее приключение Начинается в маленьком замке Праздник! Ну-ка, подъём! Пора готовиться к празднику! К какому? В честь дня рождения наших близняшек! О-о-о! О-о-о! Нет! Праздник! Праздник! Два колдущих дитя – это кошмар! А если к ним ещё и друзья присоединятся, это будет катастрофа! Ха-ха-ха! Придумал! Мы устроим праздник, но гостей приглашать не будем! Та-та-та-да! Я разослала гостям праздничные приглашения! Все придут! О! Кто это все? Малыш Тарквин! Тарквин любит праздники! О, нет! Тарквин – сущий монстр! А также малинка! Только не моя сестра! У неё даже палочка заодира! Крапивушка! Ох! Моя младшая сестра! А у неё на шляпе лист жгучей крапивы! Он страшно больно жалит! Крапивка – самый вредный ребёнок-эльф! А чего ты хотел? У неё же дядя – настоящий пират! Да! Рыжий бород – эльф-пират! Это будет не праздник! Это будет стихийное бедствие! Не бойтесь! Я всё продумала! У нас будут магические игры, магическое шоу и, конечно, магическое желе! Магия! Магия! Я ошибся! Праздник не будет стихийным бедствием! Он станет для нас концом света! Спасибо, Ваше Величество! У меня идея, Король-Чертополох! Устройте эльфийский праздник! Зачем? На эльфийских праздниках никогда не бывает магии! А моё магическое шоу? Малыши обожают магию! У нас есть свой великий маг – эльф-фокусник! Он не колдует по-настоящему, только фокусы делает! Отлично, Бен! Звучит очень безопасно! И скучно! Вот именно! Няня Плам, звоните магу и скажите, что на наших детей нужно нагнать тоску, то есть развлечь! Эх, слушаюсь, Ваше Величество! Добро пожаловать на праздник! Тарквин любит праздники! Пока, Тарквин, не шали! Да, мама! Оу! Привет, Крапивка! Ай, я ужален! Няня Плам – мой сладкий блинчик! Веселись как следует, малыш! Я заберу тебя после праздника! Ха-ха-ха! 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 Не так живо, детки! Ха-ха-ха! Встречайте, великий маг! Это всего лишь мудрый эльф! Я не только мудрый эльф, Ваше Величество, но и ведущий детских мероприятий по совместительству! Оу, очень кстати! Эти дети – сущее наказание, особенно когда колдуют! На этом празднике не будет никакого колдовства! Я сложу детские палочки в библиотеке, где они не смогут натворить беды! Гениально! Итак, начнем наш праздник! Ура! Музыкальные статуи! Когда музыка остановится, вы должны замереть на месте, как статуи! Ха-ха-ха! Ага! Малинка, ты пошевельнулась! И ты, крапивка! Это потому, что они еще не успели превратиться в камень! А-а-а! Стробери! Ты превратила их в настоящие статуи! Конечно! Именно так феи играют в музыкальные статуи! Ну, у нас здесь эльфийский праздник! Расколдуй их обратно! Ладно! Палочки старших детей тоже отправляются в библиотеку! Теперь мы вместе поиграем в игру «Прицепи ослу-хвост!» Вот вам ослик! Скорее капуста! Или утка! Это такой осел! Сейчас я завяжу маленькой крапивке глаза и она попробует прикрепить этот хвост ослу! Ай! Она опять жалится! Совершенно дурацкая игра! Хвост нужно цеплять огромному дракону! А-а-а! О! Похоже, вечеринка в самом разгаре! Уберите этого дракона! Сейчас! Я просто хотела оживить праздник! Волшебные палочки взрослых я тоже кину в библиотеку! Теперь пришел черед фокусов! Ура! Прошу, королева, выберите карту! Хо-хо-хо! Мне не показывать! Что там за карта? М-м-м, двойка червей! Вы вытянули двойку червей! Отвратительнее фокуса я еще не видела! А, по-моему, неплохо! В чем секрет? Следующим фокусом будет превращение мудрого эльфа в настоящую мышь! У-у-у! Вам, детки, придется немного подождать за этой дверью! Ну, как вы превратите себя в мышь? Я нацеплю уши, надену нос, а потом... Эм, разве это хорошая идея, оставлять их в библиотеке? Что? Ведь вы сложили туда все волшебные палочки! О-о-о! Хе-хе-хе-хе! Без паники! Великий маг быстро все уладит! Я покажу им фокус с мышью! Вот они удивятся! Они удивятся, как он плох! Так что сработает! Смотрите, дети, я превратил себя в маленькую... Мышка! Мышка! Пик! Ух ты! А костюм не так уж плох! А-а-а! Кажется, малыши превратили мудрого эльфа в настоящую мышь! Пик! Не мог бы кто-нибудь из вас снова сделать меня эльфом? Нет, мы не можем колдовать, потому что кое-кто сложил все палочки в библиотеке! Ах, да! Пик! Привет, друзья мои! Я пришел забрать свою племяшку! О-о-о! Вообще-то праздник еще не закончен! Как? Малыши в библиотеке, где полно колдовских книг! У них все наши палочки! И они превратили мудрого эльфа в мышь! Пик! Похоже, у вас здесь весело! О, нет! Стало слишком тихо! Они что-то задумали! Сейчас посмотрим! Эй! Эй! Здесь никого нет! Только палочки! О, наконец-то мы снова вместе! Э-э-э-э, няня! Теперь, когда у вас есть палочка, не могли бы вы? Э-э... Ну, разумеется, о, великий маг! Глупый эльф, в себя обратись! О-о-о! А куда же подевались наши карапузы? Этого я и боялась. Дейзи и Поппи все-таки нашли потайной ход. А куда ведет этот потайной ход? В тайную комнату. Я не знала, что она у нас есть. Это потому, что она тайная? В комнате закрыта магическая сила, которую ни за что нельзя выпускать. Да, не самая лучшая комната для малышей. Я слышу радующихся карапузов. И что-то еще. Нам нельзя туда заходить. О, Господи, столько суматохи из-за какой-то страшной, невиданной и магической силы. Я разберусь. Удачи, моя храбрая тыковка. А! Ты что-нибудь видишь? Ужасные вещи. Рыжий бород спешит на помощь. Вот наши дети. На помощь. Держись, Наня, вам. А вот и она. Ты спасена, моя сливовая запеканочка. В море я видел много ужасных вещей, но ничто не сравнится с тем, что я видел в этой комнате. Поэтому мы держим дверь закрытой. Фух, праздник окончен. По-моему, все прошло удачно. А как же желе? Мы еще не ели чудо-желе. Чудо-желе! 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 Хорошо, няня. Только не перей сердце, пожалуйста. Ой, чудо-желе! Отлично! Значит, праздник подходит к концу. О, Малинка, тебе понравилось? Да, мама! Тарквин, поблагодари королеву. Спасибо, что пригласили меня. Мы были очень рады. Пока, крапивка. Ай, снова ужалила. Скоро и у Малинки день рождения. Мы слышали, вы нашли хорошего ведущего детских праздников. Да. Вот он, великий чародей. Э-э-э, я... Чудесно! Будем ждать вас на нашем празднике. Хи-хи-хи! Праздник, праздник! Хи-хи-хи! Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается возле большого дерева эльфов в канун Рождества. Рождественские приключения Бена и Холли Кто там? А-а-а! Большой народ! Привет, старый мудрый эльф! Это я, Санта-Клаус! Санта-Клаус! Почему ты так странно одет? Это маскировка, сверхсекретность и все такое. У-у-у! Я приехал, чтобы проверить, как вы, эльфы и феи, готовитесь к Рождеству. Все под контролем, мистер Санта. Мы сделали игрушки, чтобы вы раздали их детям по всему миру. Кукольные домики, футбольные мячи и плюшевые медведи. Прекрасно! А мистер Эльф днем и ночью доставлял игрушки вам на Северный полюс. Чудно! Чудно! А что насчет хлопушек? Хлопушками занимаются наши феи. Всем привет! У нас посетитель! О-о-о-о! О-о-о-о! Точно! Вы же не знаете, кто я. Я в маскировке. Ты Санта-Клаус? Эм, да. Мистер Санта, хотите испытать хлопушку? Ух ты! Как громко! Да, няня Плам отвечает за хлопки. Убавьте громкость хлопка, няня. Что? Но чем громче, тем лучше. Вот почему мы собираем хлопушки под землей. Примерю-ка я бумажную корону. Как я выгляжу? Очень рождественски! И в этом году мы приготовили отличные шутки. Что будет, если скрестить кенгуру и овцу? Свитер с сумкой. Папа, это вовсе не смешно. Шутки из хлопушек должны быть не смешными. Поэтому мы и доверили королю написать их. А что с сюрпризом? В этом году мы решили положить телефоны внутрь хлопушки. Рохотный телефон. Он работает? Нет. Это просто кусок пластика. Здесь внизу няня Плам собирает хлопушки с помощью волшебства А затем мистер эльф доставляет хлопушки в магазины Славно! Большой народ забирает их и кладет на полки Они даже не догадываются, что хлопушки делают эльфы и феи Отличная работа! А что насчет новогодних елок? Елочные эльфы растили целый год Привет! Мы пришли посмотреть на новогодние елки О-хо-хо! Привет, Санта Клаус! Классный костюм! Где покупал, если не секрет? О-о-о! Почему меня все узнают? Так много красивых елочек! Да, елочные эльфы знают свое дело А мы елочные эльфы! О! У этой елки есть маленькие окошки! Да, мы живем на большом дубовом дереве Елочные эльфы живут на большой елке Все эльфы живут на деревьях! Кто бы знал, почему! Как вы доставляете все эти елки в магазины? Раз в году приходит большой народ и срубает елки И они даже не знают, что эти елки вырастили мы, эльфы! А что, если они срубят большую елку? Это невозможно! Большая елка слишком большая! Кажется, все в порядке! Спасибо, эльфы и феи! Рады стараться! А мне пора на Северный полюс переодеть костюм! Я не могу развозить подарки в таком виде! Пока! Пока-пока, Санкт-Поу! Где же я оставил сани? Большой народ скоро придет сюда, чтобы срубить елки Вот и они! Нас не должны видеть! Скорее, прячемся в большой елке! Вы оставайтесь здесь внизу, а я поднимусь наверх разведать обстановку! Закрыть ставни! Все! Теперь нас никто не увидит! За работу! Пришло время срубить эти елочки! Берегись! 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 От них так много шума! Ничего, мы, елочные эльфы, привыкли к шуму А, это было громко! Кажется, они закончили! Отлично! Они срубили все елки! А, и даже большую елку! А-а-а! Куда делась верхушка? Большой народ унес ее! Не волнуйтесь! Старый мудрый эльф поможет нам! А, где старый мудрый эльф? Это вас! Оу! Алло! Ваше Величество! Это катастрофа! Большую елку срубили вместе со всеми елочными эльфами внутри! Ну, когда ты живешь в большой елке... Чего же еще ожидать? Ваше Величество! Шутки сейчас неуместны! Правда! Почему они не могут жить, как все нормальные люди во дворце? Няня Плам! Время чая! О-о-о! Спасибо, королева! От этих лопушек в горле пересохло! О-о-о! Похоже на шаги кого-то большого! Большой народ идет сюда! Они не должны видеть маленький дворец! О, да? Э-э-э-э... Я придумала! Я уменьшу его! Уменьшись, маленький дворец! Меньше, меньше, меньше! Готово! Если повезет, большой народ не заметит нас! О-о-о! Няня Плам! Ты меня уменьшила! А-а-а! О! Они уже здесь! Так, где же мои сани? О! Что это? Игрушечный замок! Не знал, что эльфы делают такие! Я не игрушка! Я королева! Что это за звук? Ладно, возьму эту игрушку с собой на Северный полюс, чтобы никто из детей не остался без подарка! Э-э-э, мистер Санта! Хо-хо-хо! Взлетаем! О, боже! Вот мы и дома! Э-э-э, а где мой замок? Э-э-э, так вышло, что он уменьшился! А Санта-Клаус принял его за игрушку и забрал его на Северный полюс! Что? Ну, когда люди живут в домах, похожих на игрушечные замки, чего еще ожидать? Хм, королева все исправит! Королева-чертополох! У нас тут возникла проблемка, и нам не обойтись без вашей помощи! Где королева? Э-э, на пути к Северному полюсу! Она уменьшилась вместе с замком! Понятно! Значит, я займусь проблемой сам! Давайте позвоним Санта-Клаусу! А, здорово! Телефон! А-а-а! Выпустите меня! А-а-а! Выпустите меня из этой хлопушки! Еще одна коробка хлопушек? Нужно погрузить ее! Что-то папы долго нет! Я король! А-а-а! Еще коробка хлопушек! Забавно! Мы даже не знаем, кто их доставляет! А-а-а! Застрял в хлопушке! О-о-о! Ну что ж, хотя бы можно позвонить! О, да! Это не телефон! Это кусок пластика! Выпустите меня отсюда! Елки! Последняя партия новогодних елок! Ух ты! Какая большая елка! Свалены в кучу в садовом магазине! Какой кошмар! А-а-а-а! Северный полюс! Нужно подготовиться к раздаче подарков! Осталась последняя игрушка! Я не игрушка! Я кородева чертополох! А-а-а! Помогите! Выпустите меня! Я кородева! Король чертополох заточен в хлопушке! Старый мудрый эльф заперт на елке! Королева чертополох завернута в подарок! Что же будет дальше? Присоединяйтесь к нам в следующей серии рождественских приключений! Редактор субтитров А.Семкин